Детская библиотека номер 9 округа Майская горка представляет Хаил Спартакович Плецковский. Писатель, поэт-песенник. Он автор таких произведений, как «Улыбка», «Вместе весело шагать», «Конопатая девчонка», «Дважды два четыре», «Хвост за хвост» и многих других песен. Все они пронизаны добротой, сердечностью, теплом, искренностью и поэтому очень любимы детьми разных поколений. Но он писал не только песни, а также замечательные детские сказки. Одну из таких сказок мы вам предлагаем сейчас послушать. Михаил Плецковский. Ёжик, которого можно было погладить. Все-все ежи на свете колючие, не правда ли? На них столько острых иголок, что не дотронешься даже, а по головке погладить ежонка и вовсе нельзя, поэтому их никто и никогда не приласкал ни разу. Но одному доброму ёжику всё-таки повезло. А как это произошло, а вот как. Брёл ёжик по лесу. Видит ёжик, пень торчит, а на том пеньке сидит маленький зайчонок и кашу манную из тарелочки ест. Да не просто ест, а столовой ложкой. Съел зайчонок всю кашу и сказал «Спасибо, мамочка». Подошла к зайчонку мама зайчиха, по головке лапкой погладила и похвалила «Молодец! Какой у меня воспитанный сынок растёт!» А ёжику, которого никто никогда не гладил так ласково, вдруг стало очень грустно. До того грустно, что он даже заплакал. Увидела зайчиха, что ёжик плачет и спрашивает «Кто тебя обидел?» «Никто не обидел», отвечает ёжик. «А почему тогда у тебя слезинки на глазах?» «Потому что вы, зайчонка, погладили лапкой». «А разве твоя мама тебя не гладит?» «Не гладит. Никто меня не гладит». «Я бы тебя, малыш, погладила, если бы... если бы ты не был таким колючим», «Пожалела ёжик, а зайчиха». «Конечно, она бы тебя погладила», вмешался маленький зайчонок. «Но можно ведь даже и лапку просто уколоть». «А если я не буду таким колючим?» Вдруг спросил ёжик. «Ну, тогда другое дело», говорит зайчиха. «Но ведь это же невозможно». «Возможно! Возможно!» Крикнул ёжик и стал кувыркаться. Стал кататься по земле. Катался до тех пор, пока не нацепил на все свои иголки целый ворох опавших листьев. Он стал похож на пёстрый разноцветный шарик. А когда этот шарик подкатился к зайчихе, она сразу не поняла, в чём дело. Но ёжик просунул сквозь листья чёрную кнопочку носа и пробормотал. «Теперь я совсем не колючий, ведь правда?» Зайчиха улыбнулась и погладила ёжика. «Молодец!» – сказала она. «Ах, какой находчивый ёжик растёт!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok